мы искали противоабортный контент чтобы сделать на него свою реакцию в нашей группе эмбрионы против людей и нашли очень необычный и интересный айсус по имени эмбриоша который нам реально понравился обычно на противоабортных сайтах агрессивные и нервные люди кому-то что-то доказывают то есть современная наука говорит о том что аборт это убийство только маньяки феминисты и педерасты выступают за убийство детей а здесь мультяшный персонаж по имени эмбриоша который поняшность обгоняет японский аниме выдает приятный научно-популярный и развлекательный контент я хочу вам рассказать о маме дмитрия менделеева ее звали мария дмитриевна у него есть свой веб-сайт страница во вконтакте youtube канал инстаграм и телеграм правда подписаты и просмотраты у него немного в ютубе на сей момент было 154 подписчиков всего мы 155 во вконтакте 254 подписчика мы 255 сам эмбриоша на веб-сайте называет себя самый маленький блогер в интернете во вконтакте называет ребенок до рождения ну и название сайта очень говорящее я живой я живой я не живой а мне пофиг ну и нам захотелось узнать про эмбриошу подробней может быть даже подружиться с ним а то судя по количеству подписаты и просмотраты а также по количеству видосов друзей ему явно не хватает равно как и контента может коллаборацию сделаем правда я очень сомневаюсь что эмбриоша это ребенок до рождения привет меня зовут эмбриоша я малыш до рождения первая запись в группе в вконтакте 15 августа 2021 года последняя 6 ноября 2022 года что-то нереально долго длится беременность пофиг самое главное как он в материнской утробе обучался человеческому языку а мне пофиг откуда у него предметные знания не пофиг и как он этими знаниями делится сообщественно не пофиг у него там что в матке компьютер с интернетом стоит или ему внутриутробно веб-камеру вводят и как он своим недоразвитым мозгом эти знания усваиваем не пофиг когда мне пофиг онок годовалом возрасте только говорить начинает возрасте 7 лет только идет в школу те знания которые эмбриоша рассказывает это как минимум факультатив средней школы а время жизни эмбриоши максимум девять месяцев беременности дольше люди не беременят даже если предположить что у эмбриоши разум взрослого человека который непонятно куда девается после рождения а мне пофиг где хранится в недоразвитом мозге а мне то знание ему получить ниоткуда времени не хватит ну и у нас как у любителей научно-популярного контента и научной фантастики возник вопрос что за существо этот эмбриоша ну у меня три версии первая версия чисто техническая это искусственный интеллект вроде умной колонки алиса берет знания из интернета и синтезирует аудио и видео контент вторая версия биологическая эмбриоша это инвалид с детства у которого недоразвитое тело он живет в специальной капсуле и через пупок ему вводят питательные вещества но он будучи инвалидом получил образование что весьма похвально и теперь он блогерствует называя себя эмбрионом потому что похож на эмбриона и третья версия фантастическая эмбриоша это действительно нерожденный зародыш но не человеческий а какого-то более высокоразвитого существа например инопланетянина или эльфа который по тысячи лет живут и могут себе позволить пару десятков лет беременеть и родить уже интеллектуально развитую особь процесс внутриутробного обучения осуществляется с помощью телепатии которые владеют эти существа на внутриутробном этапе развития эмбрион только принимает телепатию после рождения начнется полноценное развитие и освоение магии или знания передаются через кровь как цепочки днк и рнк молекул но в любой из трех версий эмбриоши не ребенок до рождения и он никогда не родится и он никогда не станет просто ребенком я малыш до рождения а вот у меня четвертая версия эмбриоша просто креативный блогер который придумал креативного персонажа и при этом допустил самую распространенную ошибку наделив свой персонаж знаниями и чувствами которых у этого персонажа быть не может такую ошибку часто делают авторы научно-фантастических и исторических романов и фильмов например у князя который живет в эпоху феодальной раздробленности вдруг возникают патриотические чувства имперского масштаба или у девушки из первобытного племени возникают феминистические идеи или домашний котик смотрит с хозяйкой телевизор и вдруг начинает разбираться в политике и экономике причем без предварительного освоения школьной программы в общем эмбриоша никакой не ребенок до рождения а кто нам пофиг а мне пофиг мы желаем ему творческих успехов и много подписоты и просмотраты а людям которые смотрят няшных персонажей мы советуем критически анализировать контент и не верить всему что о себе говорят блогеры а то судя по сайту эмбриоша работает на какую-то общественную организацию в одном из видео эта организация высказывает политические требования вот лайкнешь такого няшного персонажа а потом окажется что это пособник террористов и иностранный агент а может быть даже вообще инопланетный агент и шпион враждебной внеземной цивилизации а мне пофиг а мне кто только не заходил к нам на прямые эфиры по пятницам пусть эмбриоша заходит интересно и весело пообщаемся мы рады любым разумным существам при условии что эти разумные существа будут уважать других разумных существ эмбриоша любимые здравствуй ждем в гости а